В пятницу атлантический циклон Эльза прошелся по Беларуси и оставил нешуточные последствия. Скорость ветра достигала 32 метров в секунду. Поваленные билборды, задержанные железнодорожные рейсы, сорванные крыши и вырванные с корнем деревья. Пострадали свыше 800 населенных пунктов. Больше всего в Минской и Могилевской областях. Не обошла стороной стихия и Бобруйск. Начали поступать обращения по факту повреждения строений, то есть жилых домов, различных построек, заборов. На данный момент в представительстве имеется 28 обращений по городу Бобруйску к Бобруйскому району. Обращение бобруйчан в страховую компанию продолжает поступать до сих пор, а вот массовых отключений электроэнергии в городе не зафиксировано. Хотя локальных избежать не удалось. За время буйства стихии специалистам поступило около 60 заявок. Все неполадки ликвидировали в течение суток. Красный уровень опасности объявляют крайне редко. Только в случае, когда погода представляет реальную угрозу для населения. Кое-где еще остались следы стихии. На их устранение специалисты бросили все силы. Погода усмирилась ненадолго. На понедельник и вторник из-за ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Порывы прогнозируют до 24 метров в секунду. В отдельных районах – до 27. На большей части территории кратковременный снег. Местами по Могилевской области – метель. Мы советуем в шквалистый сильный ветер не прятаться за остановочными пунктами, за рекламными баннерами, за столбами и также под деревьями. Потому что это может быть опасно. Свой путь нужно рассчитывать заранее, чтобы он был безопасным. Лучший способ уберечь себя от стихии – по возможности остаться дома. Автомобили МЧС рекомендует ставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Тогда удастся обойтись без экстренных вызовов.